День за днём В добрый путь. Пожелания выпускникам школ от представителей администрации Десногорска. К сожалению, в этом году прощаться со школой, друзьями и учителями вам придётся в онлайн-формате. Под председательством главы Десногорска Андрея Шубина прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 26 мая оно состоялось в расширенном составе с представителями Смоленской АЭС. По данным Роспотребнадзоров в Десногорске на 27 мая зафиксировано 55 случаев заболевания COVID-19. Из успехов МСЧС-135 можно отметить оптимизацию в распределении больных по медучреждениям Москвы и Смоленска. За период 17 мая, когда у нас была на важен такая маршрутизация, мы перевели их общей численностью уже порядка 20 человек. Поэтому эти люди получают квалифицированную помощь там. Но и стараемся оставлять у себя лёгкие и средние степени тяжести пациентов. Важным вопросом продолжает оставаться учёт приезжих граждан. К ним относятся и жители Десногорска, вернувшиеся из других регионов. В большинстве случаев выявить потенциального переносчика нельзя. За исключением случая его добровольной самоизоляции по возвращении в Десногорск. К сожалению, я так понимаю, что не все дают нам информацию о том, что они приехали. Вернулись сюда в город и, соответственно, мы выявляем их только тогда, когда уже установлен диагноз. Кроме того, психологическая усталость горожан от сложной эпидемической обстановки проявляется и в снижении дисциплины и мер безопасности, принятых ранее. Это относится и к тем, кто ведёт свою торговлю, несмотря на действующий запрет в регионе. В первую очередь, к стихийным рынкам. Они даже оказались в таком... Не то, что там предписание выписало. Закрыл его на врач и всё. Я какого-то жёстко говорю, может, там где-то некорректно. Но это будет долг. Новой превентивной мерой должна стать онлайн-карта заражений по Десногорску. По мнению главы города, такое нововведение позволит эффективнее перераспределять усилия по обработке мест проживания заболевших граждан, исключив заражение их соседей. Подобная практика уже используется Смоленской АЭС в отношении своих сотрудников. Эта карта помогает довольно, ну, очень визуально и наглядно для управляющих компаний, для всех членов штаба, посмотреть очаги заражения по городу. Дальнейшей мерой по противодействию пока ещё значительной опасности коронавируса станет максимальное взаимодействие муниципалитета и Смоленской АЭС. При этом будут учитываться положительные практики обеих сторон и применение их на территории Десногорска и предприятий города. Мы переживаем и за Смоленскую область, и за Россию, но больше всего, конечно, за город Десногорска. И мы у нас достаться, я не думаю, что прямо вот мы. Если есть у нас какие-то пробелы, вы нам тоже подскажите. Вы на них обратите внимание. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Школьный выпуск нынешнего года запомнится надолго. Не будет массовых мероприятий, пышных торжеств и традиционных гуляний. Но с учётом этого праздник не теряет своей важности и торжественности. В особых условиях особый, в том числе и последний звонок. В этом году из-за неблагополучной эпидемической ситуации выпускники школ проведут праздник онлайн. В непривычном формате с окончанием важного этапа их поздравили представители администрации Десногорска. Дорогие выпускники, вот и настал долгожданный момент окончания школы. Последний звонок – большое значимое событие, которое знаменует начало нового этапа в жизни для каждого из вас. К сожалению, в этом году прощаться со школой, друзьями и учителями вам придётся в онлайн-формате. Но, несмотря ни на что, это будет памятный момент. Последний звонок приближает вас к новой встрече, имя которому – взрослая жизнь. Именно вам предстоит умножать делами мощь и богатство нашей страны. Не останавливайтесь на достигнутом. Где бы вы ни учились, какие бы высоты ни покорили, помните о родной школе, учителях и городе Десногорске. Пусть успехом заканчиваются все ваши начинания, сбудутся ваши мечты и исполняются все планы. В добрый путь, дорогие выпускники! Дорогие выпускники, я искренне поздравляю вас с последним звонком. Заканчивается первый важный этап вашей жизни. Я хочу пожелать, чтобы все мечты, все ваши планы воплотились в полном объёме. Впереди вас ждут победы и потери, взлёты и падения. Но вы, я уверен, с мужеством выдержите всё то, что готовит взрослая жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, осуществления абсолютно всех планов. Помните свою школу, помните свой город, помните своих одноклассников. Ведь это время останется с вами до конца вашей жизни. С праздником вас! Всего вам самого наилучшего! Дорогие выпускники, я желаю каждому из вас найти свою тропу и шагать по ней смело и уверенно. Верьте в себя, в свои силы и свои мечты. И только никогда не отступайте, какие бы испытания не приготовила судьба. А мы уверены в вас, выпускниках 2020 года. Мы верим, что вы никогда не собьётесь с верного пути. Соберёте все звёзды в карман, добьётесь фантастического успеха и заставите всех гордиться своими достижениями. Всем, кто причастен к празднику последнего звонка, я желаю добра, счастья, любви, благополучия и, конечно же, больших успехов и процветания. И пусть звонок этого колокольчика станет символом счастливой и незабываемой школьной жизни. Добрый путь, выпускники 2020 года. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ В конце выпуска о погоде. 14 мая в Десногорске переменная облачность, небольшой дождь. Температура днём плюс 17, ночью плюс 9. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьёв. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok